Уф, сейчас, сейчас, подожди. Это невероятно красиво. Ура, мы в Италии, здесь так красиво и так круто. Осталось только машину арендовать. Зачем арендовать? Может, возьмем покататься, как мы любим? Ну, это хорошая идея, кстати. А у тебя для этого все есть? Да, у меня есть несколько девайсов. Ой, это немножечко не то. Сейчас, секундочку. У меня есть сверт и заводилка. Так это машина, все же нам нужно. Ну, осталось только выбрать машину. Нам нужна маленькая, чтобы легко проходила по узким итальянским улочкам. Вот эта вот нам вполне, по-моему, подойдет. Ну, в принципе, да, это наш размерчик. Держи камеру. Марина, там замок на руле. Ну, ты же справишься? Да. Ну, а я справлюсь с этим замком. О, молодец. Попробуй выдернуть. Ну, слушай. О, получилось. Ой, юмое. Я была очень аккуратна. Ну, вообще. Так, значит, здесь нам потребуется крестовая отвертка, судя по всему. Есть у тебя? Ну, что-то похожее имеется, но не совсем. Где тут разъем-то? Вот разъем. Угу. Давай. Слушай, а может твердым? Я же смотрю вниз, а потом. Вполне. Давай я подержу. О. Все. Какой вид красивый. Даю, даю, даю. Сейчас, сейчас. Подожди секундочку. А, держи. Так, отлично. Дальше. Погнали. Ну, все, мы на колесах. В Италии почему-то не защищают машину от угона должным образом. Ограничиваются странными замками на руль, больше похожими на устройства для пыток и вот такими вот кочережками. Вот это реально замок. Вот это ржака. Я такого еще не видела. Первые сигнализации появились именно в Италии, назывались они Дефа. Так что угоны здесь совершенно не новое занятие. Воришек здесь много, могут просто разбить стекло и достать ценные вещи. Они здесь именно воришки, они полноценные угонщики. Хотя угонов тоже хватает здесь, особенно под угрозой машины с иностранными номерами. И даже при аренде машины с полным пакетом страховки в районах Базиликаты, Калабрии, на Мальфитанском побережье, в Сицилии, страховая компания спишет с вашей карты в районе 400 евро, если вашу машину все же угонят. То есть полный пакет страховки действует только на благополучные районы Италии. Так что если вы все же решите ехать на своей машине в Италию, защитите ее так, чтобы угонщики не смогли попасть в салон. Потому что если они все же туда попадут, они либо ваворски ее разберут на запчасти, либо угонят. А если вы все же собираетесь брать машину в аренде уже в Италии, то хотя бы не оставляйте вещи в салоне, чтобы не привлекать лишнего внимания. И все-таки берите полный пакет страховки, ведь лучше потерять 400 евро при самых плохих раскладах, нежели влипнуть по полной, потому что заплатите вы без этой страховки еще больше. В общем, путешествуйте с умом и в безопасности, и берегите себя и свою бричку. Пока!